МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Защита прав и свобод граждан – основные задачи прокурорского корпуса были озвучены на заседании коллегии ведомства. Немного тепла в зимнюю стужу. Мама Джаз приглашает гостей на большой концерт. И обо всем подробнее. Сегодня мы отмечаем великий праздник – день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это одна из самых трагических и героических страниц истории нашей страны. Каждый день жизни в блокадном Ленинграде – это подвиг, который не меркнет в памяти поколений. Наш город одним из первых начал принимать на лечение эвакуированных ленинградцев. А в настоящее время на территории региона проживает 199 его жителей и защитников. Всевозможные мероприятия, посвященные мужеству и героизму, прошли сегодня по всей стране. О том, какие из них прошли в Рязани, расскажет Оксана Тебенихина. Рязанцы почтили память павших во время блокады Ленинграда. В день 72-й годовщины ее снятия, 27 января, возложить цветы к Скорбящинскому мемориалу пришли ветераны-блокадники и их родственники – школьники, представители региональной и городской власти, общественных организаций. Начавшись с минуты молчания, церемония прошла немногословно. Под звуки оркестра курсанты первыми возложили к памятнику корзину с цветами и венок от регионального правительства. Вслед за ними цветы оставили вице-губернатор Сергей Филимонов и председатель Совета Рязанской областной общественной организации и жителей блокадного Ленинграда Геннадий Соколов. Завершили церемонию возложения школьники и ветераны. Они оставили печенье, хлеб и конфеты. Вообще сегодня в Рязани в течение всего дня проходили памятные мероприятия. Но бесспорно наиболее ярким из них стала акция под названием «Блокадный хлеб». Ее цель – почтить память тех, кто погиб во время блокады Ленинграда. Мы такого же даже, конечно, не ожидали. Думали, ну, придет письмо. С праздником вас. 20. С днем воинской славы. А вот пришли вот целую очередь даже стоять. 125-граммовые кусочки хлеба, приготовленного по оригинальному рецепту, волонтеры раздавали всем рязанцам, желающим попробовать на вкус блокадные 125 граммов. Таковых оказалось немало. К стойке выстроилась настоящая очередь. Только вот рязанцы сегодня разговорчивостью не отличались. Настроение было, с позволения сказать, смешанным. Для молодежи, они даже историю-то не знают. Они сейчас все на кнопочки нажимают, уши заткнули. Чего? Какая библиотека? Чтобы вот, которые на Украине, вот эту историю нашу перепислили. Чтобы все это было правдой, чтобы все это знали люди. Я так думаю. Ребята, чьими силами была организована акция, читали стихи о блокадных днях, зачитывали строки из дневника Тани Савичевой. Особую атмосферу, помимо непередаваемого аромата свежеиспеченного хлеба, создавали вот эти ребята. В настоящих тулупах, в настоящей форме и с настоящим оружием военного времени. И как только мы забудем, так и, наверное, и России не будет. Поэтому день значимый, интересный, важный. И, естественно, мы при подготовке подошли с полной ответственностью. Соответственно, у нас ребята и в форме того времени, в одежде, в касках, оружие той эпохи. То есть полностью ответственно, ребята, наши поисковики, реконструкторы, подошли к организации и проведению данного мероприятия. Потому что для нас это реально важно. Организаторами акции выступили региональное отделение Всероссийского общественного движения, волонтеры Победы, общественная организация, российский союз молодежи и Рязанской общественной организации, жители блокадного Ленинграда при поддержке Министерства молодежной политики. Как заявили участники и организаторы акции, планируется, что теперь она станет доброй традицией. Чтобы потомки помнили, чтобы знали вкус блокадных 125 граммов только так, по-мирному. Борьба с коррупцией, невзирая на лица и должности, защита прав и свобод граждан, а также представителей малого и среднего бизнеса. Таковы, как заявил сегодня Олег Ковалев, основные задачи прокурорского корпуса. Губернатор выступил на заседании коллегии ведомства. Глава региона подчеркнул, от эффективности работы правоохранительной системы напрямую зависит стабильное и уверенное развитие региона. Усилить защиту прав предпринимателей и снизить на них давление. Поддержать производство малого и среднего бизнеса. Такие поручения дал прокуратуре Рязанской области губернатор Олег Ковалев на расширенном итоговом заседании коллегии надзорного ведомства. Задачи по снижению и улучшению делового климата ранее были поставлены президентом России Владимиром Путином в послании Федеральному собранию. Вообще, я должен сказать, что снижение излишних процедур и административных бардеров для бизнеса – одна из основных задач сегодняшнего дня. Только один пример. В 2015 году различными способами было выявлено полторы тысячи нарушений в этой сфере. Виновные привлечены как дисциплинарной, административной и даже есть и уголовная ответственность по этим вопросам. Это очень важная компонента для того, чтобы в условиях, когда в экономике происходят не совсем приятные вещи, дать возможность предпринимателям чувствовать себя более уверенно и развивать свой малый и средний бизнес. Работа по снижению задолженности по заработной плате в регионе – одна из приоритетных задач прокуратуры. Об этом рассказал прокурор области Олег Черныш. За прошлый год в результате принятых мер прокурорского надзора в регионе была выплачена, задержана сотрудникам различных предприятий и организаций зарплата в сумме, превышающей 95,5 миллионов рублей. Более 260 должностных лиц, предприятий, должников по инициативе прокурора было привлечено к дисциплинарной и административной ответственности. В том числе один руководитель дисквалифицирован. По информации прокуратуры в настоящее время задолженность по зарплате в размере более 7 миллионов рублей осталась на одном предприятии – ОАО «Бройлер Рязани», которое признано банкротом. Для каждой семьи проводить родного человека в последний путь – особенно тяжелые испытания. И в соблюдении всех ритуалов этого нелегкого дела, само собой, должны помогать специалисты. Для того и существуют ритуальные фирмы. Но если в день, который тяжелый сам по себе, не приезжает машина, зимой не расчищен снег, да и вообще услуги оказываются недолжным образом, конечно, это выбивает из колеи еще сильнее. В нашу редакцию обратилась женщина, пострадавшая от действия фирмы по оказанию ритуальных услуг. Подробности в сюжете Оксаны Тебенихиной. Человек рождается в одиночестве, а в одиночестве он и умирает. Потому проводить усопшего нужно со всеми почестями. В нашем городе работают десятки ритуальных фирм, которые за нескромную сумму готовы организовать похороны любой сложности. Только вот некоторые из них оказываются не слишком добросовестными. Многие рязанские семьи успели столкнуться с некачественной работой сотрудников компаний, оказывающих ритуальные услуги. Были мной оплачены деньги в ритуальном агентстве. Ритуальный дом расположен по улице Спортивный дом один, рядом со Скорбачевским кладбищем. И в данном агентстве мне сказали, когда гроб подъедет в Луховице, вы нас наберите, мы как раз пришли в дизайну, который с них все расчистит и все нормально, машина проедет. Значит, по мере того, как гроб пришел в Луховице, я позвонила, сообщила, все сказали, сейчас подъедем делаем, когда уже мне сообщили, что гроб в Рязани и родственники в Рязани сказали, что на дорогу так и не расчистили, я обратно позвонила в это агентство, на что они мне сказали, что вообще они мне, все, я взяла, что они мне что-то должны, так как в бухгалтерской отчетности они указали вообще как бы умершего человека. Деньги были мне оплачены, в итоге мне пришлось обратиться в правоохранительные органы. Юлия за похороны своей тете отдала больше 11 тысяч рублей. Понадеявшись на честность и ответственность сотрудников выбранной фирмы, она занималась другими хлопотами. В итоге явно нетрезвые работники ритуального дома буквально сорвали траурную церемонию, не почистили дорожку от снега, не предоставили транспорт, который, кстати, тоже был оплачен. Да еще и начали скандал, мол, им-то тоже было бы не лишним дополнительно приплатить. В данном случае обращение призвано к тому, что организация, я думаю, пойдет на то, чтобы какие-то суммы денежных компенсаций были выплачены либо тому лицу, который оплачивал ритуальные услуги, в данном случае квитанция у нас имеется, либо извинилась за то причиненное неудобство перед всеми лицами, которые фактически потеряли частично здоровье из-за того, что ритуальные услуги не были оказаны своевременно и без недостатков. Похороны, они один раз в жизни, похороны полностью были испорчены, я вот не понимаю, почему в центре города и никто не проверяет, и данная организация, занимаясь по сути, мошеннической деятельностью, она существует и продолжается, и как бы обманывает людей. И таких семей, пострадавших от действий именно этой организации в Рязани достаточно. Согласитесь, в и без того печальный период очень грустно столкнуться с таким равнодушием и даже, можно сказать, наплевательским отношением. И тут сам собой напрашивается резонный вопрос, а куда же делась совесть и банальное человеческое сочувствие? К сожалению, не обходится нашей жизни и без криминальных событий. Квартирный вор задержан, а вот злоумышленники, которые обокрали машину, пока не найдены. Подробности в сюжете Ольги Харламовой. Автомобильные кражи – одно из самых распространенных преступлений. Так, в ночь с пятницу на субботу на улице Гоголя, дом 45, корпус 2, злоумышленники разбили стекло в восьмерке и украли магнитолу, аккумулятор и фонарик. Я был с огня, я по 12 часов работаю, то есть я пришел, почистил все, и тут потом мелкий снежочек прошел. И мне сосед, вот мы с ним друзья, ставим машину вместе. Он звонит, говорит, выходи тебе, разбили машину. Я думал, лобоуху. Нет, прихожу, разбито, осматриваю ее. Смотрю, нет музыки, нет аккумулятора. И нету, в смысле, там фонарик был. В салоне свет не горел, и я вот сам посмотрел. Ну, вызвали Урупу, позвонили в милицию. Приехали они через час, примерно, очень быстро. Ну, все, писали тут, осмотрели все. Ну, сказали, следов нет, но вроде как случаев таких у них не было. Кстати, как нам рассказал пострадавший, это уже не первый случай автомобильной кражи на этой улице. Нет у нас специальной стоянки для машин. От этого много бед, сетует он. И тоже, говорит, прихожу, утром-то выбито боковое стекло, у него взяли рацию, музыку у него взяли, говорит, она такая-то без сетей, ну, снята была панель. А так, инструмент, там, что-то еще там, шуруповерт. Ну, короче, в основном инструмент, он, говорит, тоже под 30 тысяч. Но он торопился в рейс, не стал заявлять. Милиция, если наша родная или полиция. Ну, а потом, что еще сказать, неприятно, конечно. Но помимо автомобильных краж, недавно взломали дом в поселке Солодчев. В полицию обратилась женщина, которая, вернувшись вечером домой, обнаружила разбитое окно. Полицейские выяснили, что через разбитое оконное стекло в дом проник злоумышленник и похитил два золотых кольца и две пары золотых серег. Также сотрудники полиции заметили, что на фасаде дома разбита одна из камер наружного видеонаблюдения. На записи с камеры видеонаблюдения полицейские увидели молодого человека, который выходил из дома, а затем сбивал камеру палкой. Оперативники опросили жителей близлежащих домов и выяснили, что парень, похожий на человека на видеозаписи, недавно работал на строительстве одного из зданий на окраине поселка. Сотрудники уголовного розыска с помощью хозяев установили личность злоумышленника. Им оказался 24-летний житель соседнего села. Я вышел когда из дома, где я живу, и пошел в сторону, прогуляться в сторону леса, где коттеджи стоят. В городе Рязани, да? Нет, в Солочи. И увидел, коттедж стоит, посмотрел, позвонил, в дом никого не оказалось. Перелез через ограду, дернул за ручку еще проверив, ну и потом разбил окно. Разыскать подозреваемого не составило труда, его взяли под стражу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. И о культурных событиях нашего города. 30 января на сцене театра «Кукол» в очередной раз состоится большой концерт группы «Мама Джаз». Посмотрев на погоду за окном, когда хочется дарить больше тепла друг другу, и вспомнив о том, что в копилке собралось много полюбившихся песен в авторских аранжировках, вокальный ансамбль «Мама Джаз» снова расклеил афиши. Не обойдется без сюрпризов. Хотя какой уж сюрприз, если есть лицо на афише. Это Катерина Чистова из проекта «Голос» и юные наши ученики. Коллектив «Мама Джаз» так быстро вышел на профессиональную сцену, что завоевал доверие своих слушателей буквально с первых выступлений. Они были лауреатами во Франции, покорили искушенную московскую публику и не перестают радовать зрителей столь редким на российской эстраде джазово-многоголосием. Однажды после одного из концертов «Мама Джаз» прохожий, идя по улице, удивился, откуда идет такая толпа людей улыбающихся просветленных. И когда он спросил, откуда вы все идете, они сказали, мы идем с концерта «Мама Джаз». И когда до нас дошла эта история, мы были все очень счастливы. Оказывается, с нашего концерта люди идут окрыленными. Так что ждем вас. Записывайте дату 30 января, Театр Кукол, 19 часов. И на сегодня это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться. Смотрите далее прогноз погоды. А программа «День города» прощается с вами до завтра. Всего доброго и до встречи. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Редактор субтитров А.Семкин